Космический мусор угрожает населению планеты. Крупный рогатый скот в опасности заканчивается четвертый месяц лета. Всем привет! В эфире универ-ньюса в студии Камиля Глякберва. В сентябре традиционно начинается сезон простуд. Ситуация с Урви и ковидом на сегодняшний день в Татарстане стабильная. По информации Роспотребнадзора, по сравнению с прошлым 2022 годом заболеваемость ниже почти 8,5 раз. Введение ограничений в республике сейчас не планируется. Для профилактики рекомендуется проводить фильтры в трудовых коллективах, уборку с применением дезинфицирующих средств, чаще мыть руки и обрабатывать гаджеты. Однако, чтобы точно обезопасить свое здоровье и близких, специалисты рекомендуют сделать прививку. В униклинике Казанского федерального университета несколько недель назад стартовала кампания по вакцинации. Позже стало возможно привиться у станции метро города. Мобильные пункты находятся рядом с каждой казанской станцией метро, кроме станции Аметьева. График работы с 8 утра до 7 вечера. Подробнее по телефону 233-3200. На сегодняшний день по нашему учреждению мы не видим большого роста. То есть нет тенденции высокого заболевания у населения. Конечно же, как и каждый год, мы начали прививку к кампании в конце августа. И на сегодняшний день наш процент пополнения – это 30%. Орбита Земли до отвала забита мусором, занесенным туда человеком во время различных космических экспедиций. Эксперты уверяют, что в скором времени его количество может стать ощутимым препятствием во время запуска летательных аппаратов. Существует ли способ для очистки орбиты от артефактов, расскажет моя коллега Елизавета Газизянова. Космический мусор представляет собой твердые отходы космической деятельности. Сюда относятся неработоспособные спутники, запущенные человеком за 60 лет освоения космоса. Вторая и третьи ступени ракетоносителя – разгонные блоки и фрагменты спутников после взрыва или столкновений. Например, фрагменты обшивки. Так и появляется космический мусор. Ученые подсчитали, что сейчас в космосе находится почти 128 миллионов кусков космического мусора размером более 1 миллиметра и 34 тысячи частиц размером более 10 сантиметров. Все, что меньше 1 миллиметра, подсчитать крайне трудно. Некоторые ученые говорят о триллионах таких осколков. Около трех тысяч спутников вышли из строя из-за мусора и сами превратились в него. То, как появилась космическая эра, с этого момента можно считать и появился космический мусор. Но от естественного мусора, который в космосе летает в виде метеоритов, метеоров, более крупных тел, болидов, то космический мусор – это искусственное образование. То есть это сам человек создал в космосе. Согласно последним исследованиям, такой космический мусор, иными словами, артефакты, в скором времени создаст большую угрозу любым космическим миссиям. Оставленный астронавтами ящик с инструментами или фрагмент уже изжившего себя спутника, застревает на орбите Земли, создавая собой и сотнями тысяч себе подобных непроходимую стену. Учитывая скорость, с которой летательные аппараты входят в открытый космос, столкновение с относительно небольшим фрагментом космического мусора может повлечь за собой тяжелые повреждения корпуса. Одна астронавтка, это американская, скажем, освоительница космоса, вышла в открытый космос с таким вот, как бы, инструментом, ящичком и отпустила его случайно. И он до сих пор летает вокруг нашей Земли. Но еще раз повторяю, этот ящик представляет большую опасность для, скажем, тех космических муссий, миссий, которые осуществляются. В принципе, сейчас ситуация такая, что этого космического мусора накоплено такое количество, что если дальше в таком же темпе пойдет, то через некоторое время космические аппараты просто не смогут выходить на заданные орбиты, потому что все там будет усеяно вот этими артефактами. Отвечая на вполне логичный вопрос, какие способы существуют для улучшения ситуации с космическим мусором, можно смело заявить, что на данный момент ученые и исследователи не готовы предложить решение проблемы. Сейчас не существует способа избавления от артефактов, так как все попытки могут лишь усугубить ситуацию, медленно приводя к синдрому Кеслера. Нет таких систем. Ничто не могут предложить, потому что собрать вот эти вот все разновеликие, разнородные вот эти вот артефакты, которые там искусственные находятся вокруг нашей планеты, невозможно, потому что их просто невозможно даже там выловить, скажем. Нет таких систем. Существует также небольшая вероятность того, что космический мусор, оставленный в результате экспедиции, может вернуться обратно на Землю. Казалось бы, в таком случае у каждого из небесных объектов есть подобный шанс, а значит, в какой-то момент орбита Земли сможет самостоятельно очистить себя от артефактов. Однако не все так очевидно. Вероятность падения ужасно мала, и то количество, которое сейчас кружит вокруг нашей планеты, не сможет полностью самоуничтожиться. Часть из них, разумеется, часть возвращается на Землю по одной простой причине, что есть такая вот интересная история. В общем-то, все вот эти вот, любые вот эти вот компоненты, которые там кружат, они все-таки не по круговой орбите, а не по эриптической орбите вращаются, по некой. И у этой орбиты есть апогей и перигей. И вот бывает такое, что у этой орбиты, у этого тела начинает, в общем-то, этот вот перигей чиркать по атмосфере Земли. Как только это происходит, считайте, что, в общем-то, мы избавляемся от этого куска мусора. Ученые предполагают, что в какой-то момент мы больше не сможем выводить новые спутники на орбиты, так как они будут полностью заняты космическим мусором. Это может произойти из-за каскадного эффекта, который называется синдромом Кеслера. Стремительно растущий объем космического мусора будет производить другой мусор, а он, в свою очередь, по цепной реакции – новый мусор. Общий характер каскадного эффекта такой же, как и у ядерной цепной реакции. Таким образом, орбиты будут заняты, и человек больше не сможет запускать летательные аппараты по причине неконтролируемых столкновений. Елизавета Газизянова, Фарид Захидаглы, Универньюз. В Республике Татарстан у крупного рогатого скота обнаружили бруцеллез. Это первый случай за последние 12 лет. По заявлению Главного управления ветеринарии и Кабинета министров, в Республике более 700 коров отправятся на убой. Республика Татарстан занимает ведущие позиции в сфере сельского хозяйства. Является главным поставщиком мяса, яиц, молочной продукции, а также находится на 16-м месте по сбору зерновых культур. Главной отраслью сельского хозяйства Республики является животноводство. Здесь расположены 40 крупнейших комбинатов по переработке молока и производству мясных изделий. Проблемы, с которыми могут столкнуться фермеры, это заражение крупного рогатого скота бруцеллезом. Это инфекция, которая поражает опорно-двигательный аппарат, сердце, легкие и даже нервную систему. Человек может заболеть, если выпьет зараженного молока или съест непрожаренное мясо. Заболевание опасно для человека, потому что имеет несколько видов и стадий, при которых человек может стать инвалидом или даже умереть, если вовремя не взяться за лечение. Заболевание поражает крупный рогатый скот. Они могут заразиться при контакте с больными животными через слизистые оболочки. То есть это может быть алиментарным путем, через пищеварительный путь, или же через слизистые оболочки плавых путей, то есть при контакте с подстилкой, если есть рядом другие больные животные. Человек, в свою очередь, может заразиться от больного животного. Человек от человека не заражается. Поэтому основной причиной заражения бруцеллезом человека может быть продукты питания животного происхождения. В первую очередь это сырое молоко, где может находиться бактерия бруцеллы. Еще в середине августа в крестьянском фермерском хозяйстве в Новошишминском районе сообщили о единичных случаях аборта у коров. По результатам экспертизы у них выявили бактерии бруцеллеза. Республика Татарстан была и остается регионом Российской Федерации, где эта инфекция контролируется и находится на низком уровне. Последняя такая вспышка была зафиксирована в 2011 году на территории свиноводческого хозяйства в Дрожановском районе. По мнению владельцев фермерских угодий, не исключается и то, что коров могли завести из неблагополучных районов. По заявлению Главного управления ветеринарии Кабинета министров Республики Татарстан разработан и утвержден комплексный план мероприятий по ликвидации очага заболевания. У животных первым признаком, если уже заболело животное, то есть как можно определить, это по абортам. Потому что же проявиться клинически эта патология может именно у беременного организма. Во второй половине беременности воспаление матки может спровоцировать аборт. И вот если в хозяйстве происходят такие массовые аборты, это является первым признаком, что надо обратить внимание и надо уже делать серьезную диагностику. То есть для этого что делается? Для этого забирается патологический материал от абортированного плода, отправляется в лабораторию. И по бактериологическим путем ставится диагноз по обнаружению бактерии Бруцелла. Сейчас на предприятии находится около 800 коров. Их уже перевезли в специализированное учреждение в республике Дагестан, где и произведут убои всех особей. Там же проведут вакцинацию всех сотрудников предприятия, чтобы не допустить дальнейшего распространения бруцеллеза. Эпидеями массового заболевания удалось избежать благодаря оперативному действию всех ведомств. Карина Саяхова, Николай Асуховский, Александр Кузнецов, Универниус. Россияне отмечают подозрительно теплую, комфортную погоду в стране, а именно в европейской ее части. Жаловаться, конечно, объективно не на что. Но в чем кроется причина четвертого месяца лета и когда ждать пасмурной дождливой погоды, узнать хочется. На дворе уже конец сентября. Погода продолжает радовать нас теплыми и солнечными днями. Синоптики отмечают, что последняя декада первого осеннего месяца больше подходит на последнюю декаду августа. Это не может не радовать. Связано это с влиянием антициклонов на атмосферу. В течение всего месяца они шли один за другим. Повышенное атмосферное давление сильно влияет на температуру воздуха, ведь за счет него воздушные массы нагреваются, что приводит к испарению облаков. Именно поэтому лето все еще с нами. Стоит отметить, что эта погода характерна для лета. В настоящее время среднесутственная температура выше плюс 15 градусов, что характерно для последней декады августа. В настоящее время температурная аномалия составляет более 4 градусов. Так, в настоящее время должна быть температура примерно 9,5 градусов, а по факту мы имеем 15,4. И вот эта теплая, аномально теплая погода не торопится покидать наш регион. Мы все так же оказываемся во власти антициклона, и ближайшие декады также прогнозируются с положительной температурной аномалией примерно на 4 градуса. Но вместе с теплой погодой сентябрь наполнен магнитными бурями, которые вызывают вспышки на Солнце. Для особо чувствительных к атмосферному давлению людей прогнозы неоднозначны. Дело в том, что магнитная буря – следствие высокой активности Солнца. Люди-метеопаты, организм которых резко реагирует на геомагнитную активность, могут ощутить эти изменения на себе. Хоть специалисты прогнозируют понижение мощности магнитных бурь, на конец сентября ожидаются стабильные 3 балла по К-индексу, показателю, который характеризует геомагнитную активность. Действительно, в настоящее время есть возмущение магнитного поля Земли, связанное это с вспышками на Солнце. В то же время, с точки зрения медицины, медицины, метеозависимые люди действительно замечают, ощущают на себе негативные проявления. Но это негативные проявления, которые будут проявляться, например, в ближайшие сутки, они будут связаны не только с этим фактором, но также и с тем, что в ближайшие сутки будет повышаться атмосферное давление, и его изменение за сутки превысит 8 гектопаскаль, что может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей. К сожалению, наука пока не достигла того уровня, чтобы точно прогнозировать активность на Солнце. Более того, связи между этими вспышками и изменениями в погоде ученые еще не обнаружили. Но это не меняет того факта, что нынешний сентябрь исторически является одним из самых теплых осенних месяцев. Прогнозировать такой же комфортный октябрь сложно, ведь синоптики определяют примерную температуру в самый последний день месяца. Учитывая, что антициклоны не собираются погибать нас в ближайшее время, надежда на тепло в октябре есть. Валерия Карташова, Александр Кузнецов, Универньюс. Во втором высотном корпусе Казанского федерального университета состоялось долгожданное открытие фото-выставки о путешествиях члена Русского географического общества Александра Пескова. Название выставки говорит само за себя. Семь рек, семьсот километров. По словам автора, в его работах запечатлены влечения путешествиями в любых видах их проявлений. Пешие походы, велосипедные поездки, сплавы и автопутешествия. Окунуться в искусство можно по адресу улицы Кремлевская, 35. С понедельника по субботу с 9 утра до 6 вечера. Воскресенье выходной. Вообще меня влекла вода. Я придумал разные средства для путешествия по воде. И однажды я узнал про Саборт. Открыл для себя буквально в 2019 году. И с того момента, как мне устал, он превратился в любовь моей жизни. Один из моих самых любимых фотографий – это штиль на закате. Когда ты уже в конце грибного дня качаешься на спокойной воде, смотришь на зеркальную гладь воды, на отражающиеся в ней облака, солнце и просто наслаждаешься прошедшим днём. Традиционно в путешествия отправлялись профессора, студенты Казанского университета. Но мы это называем экспедицией, потому что она преследует научные, учебные и образовательные цели. И то большое мероприятие, которое задумал Александр, оно действительно требовало не только планирования, но оно и требовало большой физической выносливости для того, чтобы пройти весь этот путь. На этом всё. В студии была Камиля Глягберова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok